Рэхимас Арсенову предприниматель из Атырау хотела стать тем самым средним классом, о котором неустанно говорит президент Назарбаев. А теперь вынуждена искать справедливости на другом конце страны. В Алматы в 2007 году взяла кредит в Народном банке, возила товары из России, но потом настал кризис. Прошла девальвация 2009 года. Спрос резко упал. До 2011 года кое-как Рэхима платила по кредиту, пока была возможность. Но банку проблемы должника, что называется, до лампочки. Рэхиму и ее семью начали третировать. Судебный исполнитель сказал, что в связи с девальвации, мол, будет нам помощь от государства. Мой сын и сноха пошли к нему, а он взял и арестовал сына на пять суток. Хотел и сноху арестовать, но она расплакалась и сказала, что у нее трое детей. Тогда он ее оштрафовал на 19 тысяч. Мать восьмерых детей поехала искать справедливость в Алматы и остановилась в доме общественницы Конагат Такеевой. С собой привезла 70 заявлений таких же бедолаг. Сейчас участвует в комиссии проблемных заемщиков при Нацбанке. Дом Конагат Такеевой давно превратился в штаб униженных и оскорбленных. Когда-то общественница мечтала открыть здесь детский сад, но из-за невозвращенного кредита суд запретил ей использовать здание под бизнес. Теперь со всей страны сюда тянутся ходоки, которых банки лишили всего. Живут дружно. Проблема невыплаченных займов очень серьезная и как бы ни привела к казахстанскому Майдану, говорит Конагат. Государство почему-то помогает только банкам, тратя на это миллиарды народных денег. Рядовые же заемщики остаются один на один со своими проблемами. Влили деньги из госбюджета в размере 10 миллиардов долларов США. Плюс 9 миллиардов было выделено на строительный сектор для тех, которые жилье приобретали в долевом участии. И получается, что заемщики остались, то есть вопрос был рассмотрен в одностороннем порядке с учетом устойчивости и стабильности банковского сектора. Но другая сторона, заемщики остались совершенно беззащитны. И вот если бы тогда... На этот раз заемщики полны решимости не допустить утечки народных денег в бездонные карманы банкиров. Нурсултан Назарбаев распорядился выделить в 2014-2015 годах один триллион тенге на развитие экономики. С помощью этих денег представители так и не состоявшегося среднего класса надеются хотя бы рассчитаться с долгами и выйти из ситуации, что называется, по нулям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok